а вот так друзья выглядят раскрытые паруса со стороны это не наша яхта это дружественная яхта на идет под парусом как раз принято на воде пропускать того кто идет под парусом и сейчас на моторе и поэтому с удовольствием уступили дорогу полюбовались дружественной яхте коллег друзей тут на на море все друзья вот он тивоцкий залив и сейчас будем проходить вдоль города бьела больше суровый портовый городок со своей верфью здесь когда-то ремонтировали югославские подводные лодки пару буксиров стоят не столько курортный сколько промышленный такой судовой такие города тоже черногории есть но и такие тоже окружены посмотрите какими видами какими красотами наша тур регата будет проходить именно здесь в окружении этих гор под этим небом под этим солнцем и под этими флагами на нашей яхте джаз поднят флаг спб сэйл сейчас вам его покажу вот он развивается а отлично сейчас будем ставить паруса это развивается наш флаг и капитан сказал что хватит вообще идти на моторе пора наконец ставить паруса а вот это друзья что-то потрясающе сейчас начнется это действо это шоу и сейчас это будете видеть моя бесполезная помощь нужна я здесь могу поснимать меня в команду не берут паруса ставите правильно делают поэтому я вот здесь у у мачты устроюсь и буду вам это все показывает друзья пошел парус смотрите вот он раскрывается это у нас гик и грот мачта вот он вот он вот он вот он вот он вот он хорош задул зафиксировался прямо над вами лебедка нам очень интересно она с двумя скоростями то есть крутишь в одну сторону одна скорость крутишь другую в ту же сторону продолжает наматываться трос но другой скоростью большей мощностью так важно понять какую сторону у нас дует ветер пока еще идем на моторе вы видите пошел разворот заскрипела 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 мачта капитан и помощник капитана внимательно смотрят за положением гика за направлением ветра это важная история перед тем как мы будем доставать таксель который уже нас куда-то поведет дальше сейчас попробую показать это снизу друзья вот вы сейчас видите как небо и парус видит человек лежащий на яхте на левый борт сейчас будет ставиться у нас таксель значит я буду справа сейчас вы будете видеть как он будет разматываться погода сегодня отличная хорошая солнышко хороший ветер соответствующие виды не устаем любоваться там что-то говорят по рации рация должна быть включена всегда у нас 16 канал на всякий случай мало ли что где и кого надо будет идти спасать когда присутствуешь при вот этом действие раскрытие паруса полное ощущение того что лет так и так 300 назад на борту какой-то бригантины или фрегата ты оказываешься все знают что делать на борту громкие четкие команды капитана шуршат как раз эти паруса сейчас вы это будете видеть у нас таксель он смотрите вот так вот замотан и вот он вот он вот он вот он пошел 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 огроменный я вам хочу сказать вот мне не показать масштаб но вот это вот на фоне руки ну рака в рука моя близко а он ну размером не знаю площадью там с 5-10 больших двуспальных кроватей вот так вот немножко пока повис флажок значит ветра не так много вот поймали поймали по вы видели да надули мы надули его так посмотрим что наш экипаж отработали видите две лебедки так все канаты подписаны чтобы было сразу и быстро понятно где какой потому что они бывают разных цветов на разных яхтах и поэтому андрей первое что делал это как-то оказывается на борту это подписывает все стопоры так отпустили мы ги кашкот видите все операции только через стопор через саму лебедку так смотрят на паруса еще потихонечку крем пошел видите скрипит 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 да но это не потертое седло скрипит а это наши паруса так немножко приятно очень благородно поскрипывают так смотрим что у нас надулось где какой ветер мы поймали не поймали ли вообще 4 8 узла олег спасибо значит идем почти пять узлов значит чего-то поймали такое неплохое вот я не знаю видно ли вам друзья но на самом верху мачты грот мачты есть ветромер эх наверно не видно будет он сейчас по центру экрана там не стрелочка тоненькая то оттуда дует ветер там где толстенькая то есть туда и вот тут важно когда идешь уже на парусе не столько держать курс сколько стараться ловить ветер его не упустить потом уже можно и галстами самое приятное что мы выключили двигатель вы зато услышали я надеюсь что любое тарахтение перестало нам мешать и вот сейчас мы идем только под парусом только силой ветра сейчас движется 12-тонная махина друзья пять с половиной узлов десять километров в час фантастика послушайте послушайте а водичку хотите покажу как например на носу мы рассекаем волны под парусом рассекаем еще раз а вот так есть понял падаю вниз будем менять сейчас угол стактеля смотрите команда поворот была то есть смотрите одну травим другую натягиваем опа и пошли 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 опять тузик наш да у нас один шкот все время подцепляется за эту надувную лодку будь она не ладно мы еще и ни разу не использовали использовали ее а уже успели не полюбить сейчас будем подтягивать зеленый шкот и ставить парус да есть поймали 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 продолжается вокруг красота над нами паруса в работе капитан с помощником и мы завершили поворот вот теперь уже точно все зафиксировали покажу вам эту красоту вот она класс вот приблизительно так все конец небольшого репортажа друзья минут десять прямо сейчас вы вместе с нами попутешествовали на парусной яхте под парусом вот что немаловажно не то что мы уже к этому привыкаем нет к этому привыкнуть невозможно но перестаешь пугаться всего этого начинает получать удовольствие счастье в том что хотя бы крупицу тех процессов которые происходят на борту ты понимаешь и это можно себе позволить и вы должны это сделать друзья это бесконечно прекрасно подписывайтесь на мой канал ставьте пожалуйста вот такие вот травешки чтобы увидеть еще подобные приключения спасибо вам друзья